хочу начать для вас цикл риггинга собаки это будет профессиональный риг под движок для примерно для примера для игровых каких-то сценариев для игровых движков вот смотрите также сюда будет входить скининг я там покажу интересный плагин который очень все это дело быстро ускоряет но в данный в данный момент мы сейчас будем использовать просто стандартный скиннинг чтобы ну чтобы было наглядно видно что мы делаем а именно сам скиннинг уже сделаем в самом конце и на что еще хочу обратить внимание значит данном случае собака у нас сейчас развернута по оси x и в зависимости от движка или требования технических аниматоров ну или если вы например сами это делаете собака может быть повернута как по оси z как и по разным другим осям и вертикалью них ее может быть и не только y z тоже и соответственно на рутовой рутовой или на хиповой кости тоже могут быть какие-то не обнуленные ротейты как например здесь но это тоже делается для того чтобы когда вы за экспортили в движок персонажа чтобы он у вас лишь не лежал на земле и а стоял на ногах ну это это тоже зависит от от движка вот но в данном случае у меня так и давайте начнем значит сегодня с ригги ноги ну например с правой ноги и давайте быстро сделаем автоматический скин стандартный байн скин я убрал вначале рутовую от парни вот рутовой кости чтоб рутовая кость не попала в скин вот и теперь и обратно приделал вот но и сейчас можем видеть что здесь у нас стандартный скин байн скин такой корявенький но для принципе для риггинга нам этого будет достаточно вообще когда ригаешь персонажа можно вообще не скинить чисто смотреть по костям и заскинить уже потом ну чтобы было более наглядно давайте так вот что по поводу контроллеров некоторые тут пока что скрыты потом следующих уроках увидите значит данном случае у меня созданы вот такой набор контроллеров значит этот контроллер у нас будет двигать всю ногу сразу и поворачивать тоже вот нижний контроллер который вот следующий идет в иерархии он будет двигать его вернее будут вращать нашу стопу также здесь есть контроллер для пальцев ну то есть для для когтей и ахиллес вот ну и конечно же у нас есть пол вектор называется к от слова тни вот ну или элбо от слова локти окей давайте начнем значит есть несколько видов ну скажем несколько способов риггинга лап кто-то например делать всего лишь один контроллер и вот сюда добавляет атрибуты по там поднятию повороту стопы или еще как-то но мне так не совсем удобно я больше люблю анимировать наглядно чтобы не здесь выделять а чтобы здесь можно было примут здесь прям выделить и покрутить так как мне хочется вот и давайте начнем наверное мы вот с этого с главного контроллером и вот с этого набора костей то есть коленных назначим сюда сразу же и и к критка handle вот смотрите чтобы при отработке к у нас колено сгибалась в нужном направлении чтобы не было например вот сюда каких-то поворотов в бок сейчас еще объясню дополнительно важный аспект или там сюда вы должны смотреть за такой вещи как ориентация джойнтов то есть если вы посмотрите в раздел скелетон здесь есть orient joint то есть данном случае вот ось z она направлена вот если вот так посмотреть параллельно оси z то есть она направлена туда куда будет наша как раз колено и вращаться то есть сгибаться вот так ну при я имею ввиду при отработке и кей конечно же вот желательно чтобы весь этот набор костей он имел вот такую одинаковую ориентацию то есть не было кого-то разброса и вот кости были именно особенно века кости были повернуты в тех направлениях куда вы предполагаете давайте еще одну один нюанс утащу уточню который один или два нюанса которые мало в каких роликах объясняется это по поводу подготовки персонажа для передачи в ригинг или в анимацию смотрите если если мы посмотрим сзади на персонажа например или спереди мы можем видеть что ноги у нас здесь перпендикулярно земле то есть они ну лапы они у нас ну скажем почти вертикальные но есть небольшое отклонение им можно пренебречь и некоторые моделеры модель от вот так сейчас покажу то есть они например делают представьте как будто они модель от лапу вот допустим у нас есть лапа или ногу человека они мало того что делает вот так так они еще если это человеческая нога они еще могут ее вот так повернуть вот старайтесь так не делать лучше это потом сделайте с помощью рига потому что это добавляет некоторые искажения и сложности при ригинге то есть нужно уже будет точно расставлять кости более как бы под углом постоянно работать с группами для каких-то там смещение общем это немножко добавляет работы аниматору и когда потом например вы захотите собаку из вот такой вот как я уже показал позы поставить нормальную позу вам придется эти лапы то есть они у вас как бы раздвинуты в сторону вам эти лапы придется сдвигать то есть делать их вот более более вертикально и там могут где-то пойти может какие-то искажения если заскинена не очень в общем желательно старайтесь чтобы может по вертикальной оси не настолько важно чтобы она была но вот хотя бы чтобы повернуты были лапы вперед а не вбок окей и по поводу это уже больше для моделеров по поводу меша но здесь сетка довольно плотная поэтому принципе здесь никаких проблем быть не должно но когда моделлер моделит для анимации риггинга персонажа нужно учитывать места изгибов то есть вот как здесь видите вся сетка более как бы имеет более менее одну плотность а вот в местах изгибов как вот здесь где шея или где суставы она имеет чуть более высокую плотность более больше так называемых лупов но это тоже сделано для того чтобы приз при скиннинге здесь было более легче то все дело скинете настроить чтобы меньше было искажений вот но здесь например это толком не реализовано хотя можно было здесь немножко добавить вот но так как я уже сказал сетка достаточно плотная поэтому здесь таких проблем возникнуть не должно вот ладно давайте тогда приступим к правой задней ноге здесь уже назначили и к вот она у нас уже создана вот наш набор джоинтов можно видеть эффектор создался от и к вот и в данном момент в данном случае мы будем работать вот с этими control сами давайте сразу же приконстрейнем вот этот мы будем использовать вернем не приконстрейнем а будем как-то задействуем наш вот этот и к handle значит что нам нужно нам нужно чтобы вот этот и к handle двигался за контроллером ну то есть вот за вот этим но мы не забываем что мы хотим то сделать еще поднятие и вращение ахиллеса и вообще всей лапы да поэтому существует тоже несколько вариантов но один из них я сейчас могу вам показать мы можем так как у нас вот этот вот контроллер вот этот он находится в иерархии вот под этим то есть он слушается вот этого главного контроллера а значит как бы мы не вот этот не двигали не вращали этот будет всегда слушаться его будет двигаться как дочерний поэтому мы можем принципе использовать вот вот эти контроллеры и из них передавать информацию передавать движение или вращение на и к handle они с вот этого и мы можем сделать это вот с этого контроллера потому что он стоит еще ниже в иерархии и мы им будем управлять и к handle можно это сделать например например просто приконстрейнить к примеру давайте попробуем parent constrain и посмотрим как отработает и выделим вот сейчас нога конечно же криво поворачивается но мы можем видеть что здесь контроллер стоит на месте а наши к handle вот вращается то есть вот следите за вот этим суставом вот ну и соответственно когда мы будем этот контроллер двигать он будет двигать всю лапу ну нам же надо сделать чтобы лапа стояла на месте правильно поэтому давайте сделаем давайте давайте заблокируем вот здесь вот возможность вот этого двигаться для этого у нас есть еще один контроллер который чуть выше стоит в иерархии просто им сделаем вот так сделаем constrain parent constrain на вот эту но вот эту кость тем самым мы заблокируем ее движение и смотрите когда мы поворачиваем теперь ахиллес видите происходит такие искажения почему это происходит потому что когда мы вращаем ахиллес у нас и к как мы видим уходит сюда в бок но вы должны понимать что и к она не влияет на рот это и то есть она управляет только транслейтами соответственно у нас вот этот джоин он он да он как бы сдвигается но он не вращается то есть он остается в том же положении как и был поэтому нам нужно это и исправить можно это сделать просто добавил добавив сюда например orient constrain и вот теперь когда мы так сделали вот можем видеть что теперь здесь работает не только point constrain но и orient то есть вот он теперь дает добавляет нам вращение которые компенсируют вот это вот перемещение дальше что у нас происходит с этим джоинтом так как этот джоинт на хуй джоинт с этим контролем так как он находится выше в иерархии он нас естественно управляет одновременно я хиле ахиллом и пальцами лап то есть этот у нас управляет только ахиллом а этот еще управляет пальцами лап вот ну и соответственно давайте сами пальцы тоже при констрении мы сделаем например здесь ориент не будет перемещение каких вот но так как здесь скинен кривой то пальцы не поднимаются можно принципе конечно и поправить но я думаю на это просто придется тратить время давайте быстро очень кустарно поправим просто чисто сюда назначим назначим вес единица чтобы просто видно было вот и теперь вы можете видеть что лапы тоже поднимаются смотрите чтобы лапы более реалистично например работали здесь можно вот этот вот джоинт его можно сдвигать например сюда дальше сдвинуть или например подправить подправить скин чтобы чтобы точку вращения немножко вот изменить чтобы не выглядела вот как сейчас так немножко не мне не естественно не природно все окей теперь значит у нас что у нас работает так у нас работает вот так и конечно же еще плюс вот так и тоже работают пальцем то есть если мы например вот так поворачиваем лапу мы можем скомпенсировать наступание на поверхность пальцами и поднять еще например вот так вот и если например нам не нравится ахиллес можем немножко ахиллесом работать точно так же в разных направлениях в такой плоскости вот и давайте с коленным суставом смотрите когда создается пол вектора желательно изначально чтобы контрол ну именно и не сам контрол а именно его пивот был именно в колене то есть вы можете через управление компонентами вы можете принципе сдвинуть контрол вот так сюда чтобы его лучше было видно давайте так принципе и сделаем его этого тоже но именно его пивот нужно надо чтобы был именно в самом джойте иначе тогда у вас будут при назначении пол векторов у вас будут прыгать колени что нам не нужно потому что у нас то собака на она находится в байнд позе то есть если что такое байнд поза вот если например какую-то из костей выделить вот здесь есть у нас но добавим пост что это значит ну это к примеру если мы повращаем какую-то часть телом там какой-то joint будем вращать то когда мы например вот сделали вот так да там как то и мы можем конечно же вот здесь просто обнулить все наши вращения но представьте например если скелет был сделан с не обнуленными ротейтами то есть некоторые движки позволяют работать с не обнуленными я предпочитаю например всегда обнулять джойнты и пользоваться ориентами но здесь чтобы было все обнули но но так бывает не всегда там тот же манекен например в анрике и для этого существует такая команда как go to buy in полз и мы можем выделить маш или кости и нажать скинга у тобой после наша собака прыгать поздно но если например мы вот так вот сделаем и удалим эту байн байнд поздно ду попробуем сейчас прыгнуть то она не прыгнет вас никуда потому что вот эту вот позу она приняла за за байнд позу то есть она сейчас данном случае считать что вот это вот байнд поза они вот они вот вот это но это можно исправить вам нужно будет или скрипт который это правит или вам нужно будет просто от от скинить персонажа и тогда ваш персонаж конечно же прыгнет байнд поздно вот но не будем показывать на этом зацикливаться давайте уже вернемся к пол вектору пол вектор назначается как у нас есть контроллер колена и есть и к handle просто назначаем пол вектор все ничего у нас не прыгнуло но зато колено теперь работает вот ну конечно же зависимости от кривизны и скина вот ну и можем смотреть как работает лапа то есть как хотите можно ее вращать для анимации это достаточно удобный способ значит по поводу вот этих контролов сейчас я все отмотаю ну не обязательно прямо отматывать можно просто вот здесь все в нуле вбить ну и translate конечно же вот и она станет все в свои места поэтому я всегда создаю controls и так чтобы здесь все было обнулено а если нам нужно как-то переместить или вращать контраст то это нужно делать через промежуточные группы ну как здесь например немножко есть поворот группы в сторону в сторону лап но это о том о чем я говорил самом начале на 7 градусов вот значит по поводу вот этих контрол конечно же анатомически они неправильны ну то есть давайте сразу при констрению вот к этому jointum constraint parent конечно же они анатомически неправильным так так не могут так не может то сдвигаться в душа таз цельный но иногда в анимациях требуется немножко удлинить ногу там как-то или может чуть-чуть укоротить для красоты эффекта или еще для каких-то случаев идут такие вот фейковые штуки помогают поэтому принципе можно аккуратно с этим вот так работать ну и на на левую сторону лапы принципе все то же самое по поводу риггинга точно так же это можно еще раз просто повторить перенести на левую ногу в общем попробуйте сами вот а на этом все следующее следующее видео будет риггинг передние лапы и может еще какого-то части тела например лопатки тоже покажу ну и самое интересное это будет конечно же риггинг спины он будет у нас такой довольно относительно сложный но позволяющий принципе анимировать любого любое существо с достаточно гибкой спиной и анимировать удобно вот ну и заключить заключительное это будет скиннинг быстрый скиннинг персонажа с пользованием прикольного интересного плагина все на этом все пока